В Сочи с экскурсией. Активисты городского совета ветеранов несколько дней провели в Олимпийской столице. Тонут без наводнения. Жители старой станицы из-за осадков потеряли урожай, вода угрожает и основанию домов. Сделано в Армавире. Завод газовой аппаратуры презентовал новые модели котлов и водонагревателей. Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир». В студии Ирина Рухлядко. Партнер выпуска – Северокавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий. Наши профессии – ваше достойное будущее. Кирова, 49В, телефон 428-00. Четыре дня и три ночи. Активисты городского совета ветеранов побывали в Сочи, посетили олимпийские объекты, встретились с губернатором Кубани и стали участниками большой культурной программы. Все это благодаря краевой и городской администрации. Подробности в первом материале выпуска. Увлекательные экскурсии в течение четырех дней по городу Сочи олимпийским спортивным объектам. Большая культурная программа. Такой подарок сделали армавирские власти активистам городского совета ветеранов. Накануне здесь побывали квартальные тосовцы. Некоторые приехали в Сочи впервые. Поэтому цветущие магнолии, в буквальном смысле ароматные парки и скверы с необычными растениями многих приятно удивили. Одежда Адама. Вот это и есть фиговое дерево. Или инжир. Или смоковница, плоды которой инжир сухой, кстати, настолько целебен, что говорят о смерти спасает. Поэтому съедать каждый день одну ягодку, даже сухую, необходимо. Не меньше интерес у ветеранов вызвал и бювет с минеральной водой. Приятная такая вот немножечко кисловатенькая и очень вкусная. Почти у каждого с собой фотоаппарат. Снимки на память старались делать коллективными. Ведь ничто так не сближает, как совместный отдых, подчеркивают ветераны. При этом добавляют, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Посещение сочинских олимпийских спортивных объектов для ветеранов стало, пожалуй, самым ярким событием. Лучшие конструкторы, инженеры и архитекторы трудились над разработкой и строительством арен, горных спусков, лыжных трасс и других спортивных комплексов для того, чтобы сделать соревнования в Сочи максимально безопасными, красивыми и запоминающимися. Сегодняшняя наша экскурсия – это возможность увидеть, что сделано в нашем городе, как он преобразился, как он похорошил, как он, естественно, выглядит сегодня. Олимпийские объекты выполнены в популярном на сегодняшний день стиле хай-тек. Не меньшее впечатление на активистов городского совета ветеранов произвела роза хутор в Красной Поляне. Чистый воздух, быстрая горная река и сказочный дизайн местной архитектуры. Грандиозное строительство, чистота, уют, комфорт кругом. Я вообще насколько поражена, насколько у меня эмоции захлёстывают, я такого не видела. Это другой город, построенный в совершенно новой Сочи. Самым зрелищным для ветеранов оказался фонтан воды Олимпийской плазы, который стал объектом олимпийского наследия. Сооружение светится разнообразными оттенками и оживает под звуки русской классической музыки. В программе у ветеранов и участие в семинаре совещания, которое в Олимпийской деревне провел губернатор Кубани, за большую общественную работу заместителю председателя Армавирского совета ветеранов Сергею Криволапову Александр Ткачёв вручил почётную грамоту. После экскурсий каждый вечер для ветеранов концерт, танцы, фольклор, русские народные песни. И всё это в Олимпийской деревне, где проживали ветераны. Трёхразовое питание, до морского пляжа, 10 минут ходьбы. Словом, все условия для полноценного отдыха. Очень красиво мы побывали, как в сказочном городе, как маленькие дети удивлялись и радовались всему этому. Спасибо большое вам всем, очень проделана большая работа. Мы очень признательны всем. Хочу поблагодарить в первую очередь администрацию нашего муниципального образования города Армавир, Андрея Юрьевича Харченко, за прекрасно проведённые дни от имени 29 наших ветеранов армавирских, которые, когда мы сегодня перед отъездом спросили, назвали очень коротко и очень ёмко. Спасибо за праздник отдыха. Действительно, такой эмоциональный заряд, который получили мы за эти 4 дня, это было просто великолепно. Александр Ифанов, Артур Карджинян. Специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. Управление по делам ГОЧС Армавира сообщает, что по данным Краевого гидрометеоцентра, в связи с сильными осадками до конца 28 мая ожидается резкий подъём уровня воды в среднем течении реки Кубань, местами до опасных отметок. Служба жизнеобеспечения города находится в состоянии повышенной готовности. Ведётся постоянный мониторинг ситуации. Угрозы для населения Армавира на данный момент нет. В случае изменения обстановки армавирцы будут оповещены заблаговременно. Продолжаем выпуск. Пока одни в ожидании подтопления, а другие уже терпят бедствия. Речь идёт о жителях некоторых улиц Старой Станицы. Их положение усугубляется обильными осадками, близостью подпочвенных вод и невыгодным географическим положением строений. Люди с трудом сдерживают слёзы, когда видят огороды в воде и трескающийся фундамент. Здесь вот, после дождей поднялась вода. Здесь вода. Дом в Старой Станице по улице Заречной Валерий Черненко купил в 2011-м. Сюда он переехал из частного строения в районе электротехнического завода. О том, что эта территория в 2002-м попадала в зону подтопления, знал. А вот о близости подпочвенных вод его никто не предупредил. После ливней потоп в подвале пропал и весь урожай. Теперь на месте огорода настоящее болото и его уже обживают лягушки. Первый же ливень привёл к такому результату. Это уже не первый раз. На моей памяти я живу недолго. И то это уже третий раз. За четыре года это третий раз. Я считаю, что нужно принять какие-то меры, провести какие-то работы исследовательские, чтобы каким-то образом понизить уровень этих грунтовых вод. Соседка Валерия Черненко, Валентина Доронина, в Старой Станице живёт больше полувека. И говорит, подтопление без наводнения стало обычным делом лет 15 назад. Люди винят во всём гараже, которые были построены на месте протоки неподалёку от моста и близкое расположение подпочвенных вод. Вот это у нас гаражи поставили, у нас была протока, всё выходило. Не было воды. Уже мы говорили об этом несколько раз, уже всем-всем буквально говорили. Но никто не обращает внимания. Здесь, когда гараж встали, должны были сделать отвод, там речка была, протока. Но они сюда засыпали. Не менее живописная картина и по другую сторону Старостаничного моста. Вера Демиденко еле сдерживает слёзы. Весь урожай погиб. Здесь картофель, томаты, баклажаны, клубника. И огромный труд по посадке и уходу за большой территорией. Я просто ни слова нет, ничего нет. Вот так мы живём 20 лет. Вы не представляете, подвалы полные, все ямы полные, канализация не работает. Это ужас. Женщина обращается с просьбой к коммунальным службам разработать систему по отводу ливневых вод. Каждый год при обильных осадках проезд Карла Липних там превращается в озеро. Вода подходит к дому и разрушает его основание. Это не подпочвенная вода. Когда идут ливни, это уже с 1994 года мы ощущаем на себе. И у нас постоянно вот это наводнение. Постоянно. Здесь уклона нет, понимаете. Она идёт с города. Даже с города вода идёт. Отовсюду. Мы же внизу находимся. Грейдирование нужно. Сравнять её, чтобы она шла в ливневку, покировая. Но руками же, лопатами не сделаешь это. Нужен грейдер. Пока этих людей топит без наводнения, но многие из них переживают из-за подъёма уровня реки. По словам Валентины Доронины, развитие ситуации их оповещают регулярно. Жители в курсе всех событий, но многие, помнят ЧП 2002-го, эвакуируются без команды. Когда было объявлено дня три назад насчёт наводнения, здесь такие волнения были. Люди с машинами там грузились всё подряд. В первую очередь, конечно, хватали детей и уезжали. Вообще. Стариков и детей уезжали. Ну вот у меня, например, мама тоже лежит. Но нам сразу предупредили, сказали, что, мол, не волнуйтесь, мы приедем. Но всё равно дети, вот у меня дети, звонили всю ночь. На сегодняшний день уровень Кубани по сравнению с 22-м и 23-м мая значительно снизился. Сейчас он находится на отметке 3 метра. А вот осадки, по прогнозам синоптиков, ещё продолжатся. С разной интенсивностью они будут идти всю эту неделю и захватят начало лета. Ирина Рухлядко, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Решил поправить своё финансовое положение, но пошёл по скользкой дорожке. Армавирские полицейские задержали молодого жителя Ставропольского окрая, который украл из подъезда два велосипеда. Что грозит злоумышленнику, далее в сюжете. С лестничной площадки подъезда одной из многоэтажек Армавира ночью пропали два велосипеда. Как позже выяснилось, их забрал расклещик объявлений. Умысел на хищение велосипедов возник внезапно. И ввиду того, что злоумышленник нуждался в деньгах, он и решил совершить кражу велосипедов, выкатив сначала один велосипед, затем вернувшись за вторым. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был найден. Им оказался 19-летний житель Ставрополья. Молодой человек ранее не судим. Так он хотел поправить своё сложное финансовое положение. В настоящее время возбуждено уголовное дело. По части 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ведётся следствие. Если вина злоумышленника будет доказана, то за кражу двух велосипедов молодому человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, обязательные либо исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Сделано в Армавире. На заводе газовой аппаратуры презентовали новые модели водонагревателей и котлов. К их запуску в серийное производство готовились около полугода. Установили новую конвейерную ленту, дополнительные испытательные стенды и сборочное оборудование. Теперь в арсенале производителей 17 наименований современной техники. И это только начало. О перспективах развития о нашей съёмочной группе рассказал председатель правления концерна «Балтийская газовая компания». Новых моделей четыре. Две в разряде водонагревателей, столько же среди газовых котлов. Изменился не только внешний вид, но и техническая начинка приборов. Особенность в том, что расход энергии для нагрева теперь значительно сократится. Это вдвойне актуально с грядущим повышением тарифов на услуги коммунальных предприятий. С запуском новой линейки продукции заводчан поздравили почётные гости. Динамично развивается предприятие, стабильная заработная плата. Я уверен, что достойный социальный пакет для работников. И это большое, значимое событие для муниципалитета, потому что это пример, на котором будут строиться и другие предприятия, которые будут появляться в городе Армавире. Мне хотелось бы, конечно, пожелать дальнейших производственных успехов. Мы готовы поддержать ваше предприятие в намерении по модернизации и дальнейшему развитию производства. На презентацию приехала большая делегация концерна «Балтийская газовая компания». В её состав Армавирский завод был включён в 2011-м. С этого момента производство переживает небывалый подъём. С 90 до 300 увеличилось число работников, средняя зарплата чуть больше 20 тысяч рублей. Вырос объёмы налоговых поступлений в городской бюджет. Налог мы начали за два года. Увеличили опасный налоговый бюджет более 300%. Зарплата увеличилась практически на 270%. Я не хочу дальше говорить о наших высоких результатах. Я благодарен всем тем людям, которые здесь стоят и помогают в развитии производства в России. С вводом очередных моделей перечень выпускаемых водонагревателей и котлов увеличился до 17 наименований. В планах не только развивать производство, но и строить новые заводы. С нашей стороны было вложено больше 10 миллионов долларов для развития этого завода. У нас есть планы строительства двух заводов. Один завод по котельным оборудованиям, а другой для радиаторов. Два – это заводы за собой тянут вложение примерно 50 миллионов долларов. И мы хотим уже в этом году начать проектирование этого завода. Если проекты по строительству двух заводов будут реализованы, Армавир получит около тысячи дополнительных рабочих мест. А жители Кубани и страны такие нужные приборы сделаны не в Китае, а руками российских мастеров. Ирина Рухлядка, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Есть такая профессия – Родину защищать. 28 мая по всей стране пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня пограничника. Несколько десятков армавирцев служили в этих войсках, а кто-то даже посвятил охране рубежей большую часть жизни. Наша съемочная группа побывала в гостях у Сергея Пушкарева. Активный общественный деятель и страстный коллекционер рассказал о своей службе и работе на заслуженном отдыхе. Продолжит тему Алена Безовчук. 33 года на охране рубежей Родины. Служба в пограничных войсках для Сергея Пушкарева стала главным делом в жизни. Призвали молодого человека в июне 65-го года в Ростовской области. Попал в пограничные войска. Азербайджан, Грузинская, Армянская, Советские, Социалистические республики. За все время службы ему пришлось сменить более 10 мест жительства. Но охранять границы он мечтал с детства. Мой дедушка служил в Таджикистане. В Пианском пограничном отряде. С детства, как говорится, по стопам деда я пошел служить в пограничные войска. Границы сухопутные, морские, воздушные под замком. Служба в пограничных войсках всегда считалась одной из самых ответственных и сложных. С годами охрана рубежей страны становится все более технически оснащенной. У нас имеются беспилотники даже по охране границы с Казахстаном на Дальнем Востоке. Много очень пришло сторожевых кораблей, новые оснастки. Но у нас, например, на Российске есть бригада сторожевых кораблей, которая охраняет границу Черного моря с Турцией и так далее. Но насколько бы быстро не шел прогресс, кадры решают все. Поэтому сейчас в ряды пограничников не берут солдат-срочников. Год – слишком небольшой срок, чтобы подготовить хорошего специалиста. Служба на речи, конечно, тяжелая. Она сейчас пришла уже в течение пяти лет на контрактную основу. Сейчас у нас уже в Париж не призывает срочников. Только по контрактной службе несем службу. Прапорщики, митчманы, офицеры. После ухода на пенсию Сергей Пушкарев не отошел от дел. Девять лет он возглавляет совет ветеранов ФСБ. В организации состоят более двухсот человек. Наши ветераны мы не забываем. Постоянно их, кажется, поздравляем. Их нужды определяем, какие бытовые условия там жизни и так далее. Здоровья есть никак. В общем, работаем. Помимо активной общественной работы, Сергей Пушкарев серьезно увлекается коллекционированием. Ему уже удалось собрать более двухсот пограничных значков. Это хобби стало такой же страстью, как и служба на границе. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Хорошая новость для любителей стильной обстановки. В Армавире открылся новый центр «Мебель-молл». На трех этажах вы найдете огромный выбор мягкой и корпусной мебели. Люстры, торшеры и предметы интерьера от более чем 40 фабрик. В честь открытия всем скидки. Улица Ефремова, 146. Продолжаем выпуск. 27 мая в нашей стране любителям хорошей литературы отмечают Всероссийский день библиотек. Армавиру повезло. В городе делают все для того, чтобы не угасал интерес к печатным изданиям. Свой праздничный день книгохранители отметили конференции, где поделились опытом и выработали новую стратегию в общении с молодежью. Тему продолжит Лариса Юровская. Никита Волковский в библиотеку пришел после долгого перерыва. Молодой человек прошел службу в рядах вооруженных сил и решил поступать в Голицынский пограничный институт. Учебное заведение серьезное, поэтому и экзамены будут принимать со всей строгостью. Для подготовки одним интернетом не отделаешься. В интернете тоже есть книги в электронном формате, но здесь все-таки можно найти более полное описание всего необходимого материала для изучения. Мне кажется, все-таки это более разумно прийти в библиотеку, плюс здесь обстановка довольно такая работоспособная. Для того, чтобы молодые люди в библиотеки приходили почаще, а Россия продолжала удерживать пальму первенства среди читающих стран, одной выдачей книг сотрудники не ограничиваются. Встречи с интересными людьми, научные конференции, викторины и интеллектуальные игры для умников и умниц. Даже в свой профессиональный праздник книгохранители организовали конференцию с целью, как сделать библиотеку популярной у подрастающего поколения. Мы вышли и в сеть интернет, мы представлены в блоге, группа ВКонтакте у нас есть. То есть мы предлагаем и сообщаем о своих услугах всеми доступными средствами. Если мы откроем газету «Армаверский собеседник», практически ежедневно есть статья, есть заметка о работе библиотек. Исследование передового опыта библиотек России, свои довольно любопытные наработки, диалог с читателем, все это разбирается, суммируется и выстраивается в определенный план. На практике это применяется в повседневной работе с читателем и проведении общегородских мероприятий. Примером тому может послужить «Библионочь». При этом организаторы придерживаются такого мнения, скрипичные концерты, шоу байкеров и прочие развлекательные программы для того, чтобы заинтересовать горожан, не главное. В центре внимания – Ее Величество книга. Пришли в библиотеку – значит будем читать. У нас шел такой интересный, заинтересованный разговор, основанный на прочтении рассказа Бориса Акунина «Креативщик». И все 100 человек в течение часа с огромным удовольствием читали художественное произведение. Понимаете, это наша большая победа, потому что люди, на мой взгляд, уже соскучились вот по таким интеллектуальным формам проведения досуга своего. Укомплектованные фонды, читальные залы, где можно работать с использованием интернет-технологий, все это своим посетителям предоставляют библиотеки города. Самое главное, чтобы не погасло желание взять с полки книгу. Хорошая новость для любителей сладости. Кондитерская фабрика «Советский кондитер» предлагает новое одноименное сахарное печенье. Оно сочетает тонкий элегантный вкус классического печенья с нежным ароматом ванили. Выпускается только из натурального кубанского сырья. Имеет оригинальный стильный дизайн с нанесенным фирменным логотипом. На фабрике уверены, что печенье «Советский кондитер» придется по вкусу покупателям всех возрастов и предпочтений. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Алена Безовчук. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков, 28 мая снова дожди. Днем температура воздуха до 25, тепла ночью плюс 19 градусов. Атмосферное давление 737 мм тутного столба. Ветер западный с порывами до 5 метров в секунду. В среду свой профессиональный праздник отмечают пограничники. А также 28 мая считается днем рождения майонеза. Соус, который придумали французы, уже давно стал одним из любимых в нашей стране. По народному календарю Пахом Бакагрей считалось, что если в этот день солнечно, то все лето будет ясным. А дожди обещают богатый урожай. Спонсор прогноза погоды – торговый центр «Маркер» предлагает констовары и товары для детей. Улица Советской Армии, 68. Телефон 20405. На этом у меня все. Ирина. Спасибо, Алена. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете и на сайте в интернете www.ravita.info и на волнах авторадио «Армавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова